МОГИЛЁВСКИЙ БОРИС ФЕН Победить Гродно 93 и дать бой столичным смокам. Баскетбольный Борис Фен в новом составе решает старые задачи. Пока в чемпионате Беларуси все предсказуемо. Трио лидеров побеждает и ждет очных противостояний. Могилевчане на старте выглядят уверенно. Болельщики верят, в этом сезоне Борис Фен поборется за золото. Команда у нас хорошо подобрана в этом сезоне. Я думаю, что если она так пойдет, то серебро может быть наше. А там посмотрим. Команда усилилась, увеличилась скорость. Ну и сыгранность игроков за счет тренировок тоже лучше. Еще один новичок Борис Фена – клубный маскот. Теперь на домашних поединках Могилевчан поддерживает доблестный рыцарь. Меня зовут Борис Фен. И я, болею за свою любимую команду, появился в этом сезоне. И будем в дальнейшем продолжать поддерживать ее так же активно и вести к нашим будущим победам. В очередных матчах нашей команде противостоял молодежный состав ЦМОКов. В первой игре столичные баскетболисты навязали борьбу Могилевчанам только в начале встречи. Дальше на площадке доминировал Борис Фен. Победа хозяев – 95-65. Мы играли, грубо говоря, наравне. Они больше попали, больше хотели, вот и выиграли. Много новых игроков, маленькие разъединяющие, которые быстрые, за ними почти невозможно успеть. Ну, а так, в принципе, у них как была игра, так и осталась. С принципу – 1, 2, come again – another picker. В повторной встрече все прошло по такому же сценарию. Борис Фен вновь оказался сильнее – 82-68. Команда собралась довольно-таки неплохая. И мы сейчас выполняем, отрабатываем, вернее, задачи, которые подготавливаем на более сильных, более сильных командах, также Гродноц, Мокер, отрабатываем, то есть, свои какие-то взаимодействия. Все друг друга понимают, это хороший коллектив, то есть, дружный, это самое главное. Следующие матчи наши баскетболисты проведут в Витебске. В пятницу и субботу Борис Фен померится силами с местным рубоном. Мы в гимнастическом зале Могилевской школы «Багима». Ежедневно, утром, днем и вечером здесь занимаются десятки детей. Под внимательным руководством тренеров работает и эта четверка спортивных акробатов. Она хорошо известна зрителю. Ребята – победители различных соревнований. Не раз становились героями спорта. И на этот раз причиной их появления в кадре – успешное выступление. Парни привезли из польского «Жешуа» бронзовые медали юношеского чемпионата Европы. Психологически было тяжелее всего. Но так мы все делаем. И у нас получилось. Справиться с волнением важно было самому юному атлету в этой четверке. Роману Макаренко 13 лет. В группе он наверху. От того, насколько чисто выполняет свои воздушные трюки, во многом зависит итоговый результат. А был какой-то элемент, за который ты переживал? Два линта. Да. Какой? Два линта – это и винт с куза. Если на тренировке можно повторить элемент, то ошибку на соревнованиях судьи не простят. Элементы, которые приходилось долго учить и не получались, но мы смогли сделать все. Третье место на чемпионате Европы ребята в один голос называют большой победой. Говорят, мы команда и все друг за другом. Сколько весишь? 60. А ты? 70. И ты, Рома? 40. Ну, 35. 170 килограмм получается, да? Да, получается. Ты задумывался о том, что 170 килограмм держишь? Даже и нет. Они должны вместе работать, и у каждого свой характер, и у каждого свое настроение бывает каждый день. Так что тяжеловато, приходится их как-то настраивать, убеждать. И у Игоря Овчинникова получается. Вместе они уже 4 года. Уже четвертый традиционный турнир по дзюдо «Динамовские старты». Когда в 2013 году состоялись первые соревнования, на них приехали 100 юных спортсменов. В этом году в турнире приняли участие 422 дзюдоиста из Могилева, Гомеля, Орши, Бобруйска, Дубровна. Соревнования длились 3 дня, и за это время прошли десятки схваток. Каждая в напряженной борьбе. Работай, парни. Уходь, ножи. Взял, 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 взял. Все делай! Все делай! Все делай! Все делай! Все проигрывай! Открытие! Встретили мы на соревнованиях и звезду мирового спорта. Олимпийский чемпион из Гомеля Игорь Макаров привез в Могилев своих юных воспитанников. Разговор состоялся на улице, дабы не отвлекать участников от схваток. Турнир такой, ну, довольно неплохой сделан, да, вот, ну, кто организаторы. Детей много. А вот теперь посмотрите следующий, там, вот, по пятому-шестому году. Уже раза в три меньше. Куда-то эти вот все молодые люди и девушки, они куда-то уходят. А что вы делаете в 16 лет, вот, когда вот этот переходный возраст? А я, честно говоря, я не знаю, это уже задача тренера, удержать ребенка именно в спорте. Меня удержали, меня просто стопорили по соревнованиям раз, и второе, как бы, давали дозированную технику. То есть не все сразу, да, не техника огненного, навала там, вот, а именно, как бы, там, начиная с самых азов. Олимпийский чемпион считает, у спортсмена должен быть интерес, а интерес – это нечто новое, и оно должно присутствовать на каждой тренировке. Так случилось, к примеру, у Вадима Журова. Год назад дюдейстый Зорше уже поднимался на пьедестал, был третьим. В этом году захотел большего – стать чемпионом на юном «Динамовце». Браво, ты! Держи! 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 Держи, держи! Давай, Вадим, давай! Если сравнивать прошлый год и этот, сложнее, к сожалению, турнир стал? Ну да, становится больше сильных соперников. Турнир вот этот до финала за счет чего дошел? За счет техники и силы. Захар Лесничек, дюдо 5 лет, послужной список уже впечатляет. Съездил на международный турнир в Латвию, стал первым. Отправился в столицу Украины – еще одна золотая медаль. И тут, на юном «Динамовце» тоже чемпион. Последняя схватка мы боролись с моего клуба, с одним. Вот так легко. Ну а, друг был, да? Да. Ну как его можно было побороть, если он знает все твои секреты? Я тоже знаю его. Я менял тактику. В Бобруск, откуда родом юный дюдоист, он увозит очередную золотую награду. Максимально же наполнить копилку медалями получилось у хозяев соревнований. Воспитанники Могилевской школы «Динамо» более 20 раз поднимались на пьедестал. Осталось, как сказал Игорь Макаров, удержать этих детей в дюдо, чтобы через несколько лет попробовать штурмовать и олимпийский пьедестал. Далее в «Спортем» краткий обзор событий, где одними из действующих лиц были наши спортсмены. В областном центре прошли республиканские соревнования по современному пятиборью. Участие приняли 125 человек из Могилева, Минска, Гомеля, Донецка. У хозяев соревнований 12 первых мест и еще 5 бронзовых наград. В Бобруске прошла спартакиада детско-юношеских спортивных школ Беларуси по тяжелой атлетике. Могилевская школа профсоюзов «Спартак-2005» заняла в командном зачете третье место. Хорошие новости из северной столицы России в Санкт-Петербурге. На чемпионате мира пушашкам Бобручанка Вера Хвощинская в Блице заняла третье место. Напомним, девушке 21 год, в 2016-м она уже становилась серебряным призером мирового форума. Но тогда это был юношеский чемпионат планеты. Их осталось двое. Клубы «Шинодискцентр» и «Моквторчермет» сошлись в финальном поединке открытого Кубка Могилева по мини-футболу. В сентября борьбу за главный городской трофей вели более 40 команд из Могилева, Славгорода, Шклова и Быхова. Решающий матч по традиции стал украшением сезона. Шинодискцентр Виталия Булаги И против «Шинодискцентр» Александра Гаврюшко. Оба ветерана Могилевского Днепра – лидеры своих дружин. В основное время соперники расходятся миром 2-2. Голевое пиршество продолжается и в овертайме. К этому моменту у команд было по 5 фолов. Далее любое нарушение карается штрафным ударом. Роковую ошибку допускает Шинодискцентр. Победа в «Торчермета» 4-3. Шина более подготовлена физически, чем мы. Но, наверное, коллектив у нас все-таки друг за другом. Мы сражались до последних минут. Здесь по-другому просто не могло сложиться. Два года подряд выступали. Не получалось войти даже в группу. А здесь и в группу заняли первое место. Ну и, как видите, в финале достойно, я думаю. Мы сыграли. Эмоции переполняют сейчас, конечно. Всю игру играли так, как нужно было. Вроде бы все правильно делали. Не хватило удачи. Удачи не хватило. Она от нас отвернулась. Ну, где-то в каких-то моментах, может, чуть-чуть не доиграли. Но, в принципе, я считаю, равная была игра. Каждый был достоин победы. Теперь противостояние Шинодискцентра и МОК «Торчермета» продолжится в чемпионате города. Обе команды нацелены на золотые медали. И после стартовых игр не знают поражений. Можно отчетненшим бегом. У меня тело было один, чтобы... Я мечтал о больших спортах. Даже, вы знаете, что у меня мысли такие были, что не поверьте, что попасть в такую команду, даже вплоть в Олимпийские игры. Но, я что не знал, что сделать. Физподготовки, как у Аладина Тимуровича, позавидуют не то, что человек в годах. Многим молодым такая нагрузка не под силу. Спортом Алиев занимается с детства. В роду у него были и чемпион Республики по художественной гимнастике, и мастер спорта по вольной борьбе. Я хороший рукопашник. Шикарный. И все знают. Да. Я хорошо стреляю. Я хорошо бегаю. Я волейбол могу играть, футбол. Ну, в свое время, которое нас готовили к соревнованиям, любой вид спорта, это было толщком для поддержания спортивной формы. В свое время служил в силовых структурах. Ему прочили перспективы в большом спорте. Но полученная травма перевернула мечты и планы на жизнь. Теперь он тренируется как любитель. Я выходил в команду по брушинник. Еще был брушинник по легкой атлетике. Это был 85-й, 6-й, 7-й, 8-й. Я там сейчас встал. Потом я переехал сюда. Но здесь тоже занимаюсь. Слава Богу, сколько я 25 лет живу здесь, в Требинском районе. 25 лет я занимаюсь спортом. Для себя подготовка физически, чтобы не висело ничего, надо поддержать спортивную форму. В расписании начальника участка жилкомхоза раз в неделю скандинавская ходьба, бассейн, тренировка с командой по волейболу и мини-футболу, два раза в неделю пробежка на 8 километров. В Бавруйском марафоне, я помню, я пробежал 2 минуты, где-то около 40 секунд. Где-то так. В московском марафоне мы бегали в 80-м году, но я там не бегал на результат, ничего. Просто как все зарегистрировались, бегали. В Моченигово я пробежался 30 километров, это я был 6-й. Командат жилкомхоза в Трелесино в этом году выиграла Кубок района по мини-футболу. Уже три года подряд занимает первое место в круглогодичной спартакеаде среди работников ЖКХ. Спорт – это здоровье и хорошее самочувствие, говорит Аладдин Алиев. Время хорошо проходит, когда занимаешься спортом. Поверьте мне. Вот такими спортивными талантами богата наша Могилевская область. О новых успехах расскажем через неделю на «Беларусь-4. Могилев». Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова